да и всем снова здравствуйте с вами как всегда не туистический сингапур я сейчас потрачу 25 минут на то чтобы рассказать вам что-нибудь про центр и кларквей кларквей в принципе куда-то туда перебегающие дорогу в неположенном месте люди куда-то сюда вот все 25 минут ориентировочно пошло давайте с вами посмотрим на центр кстати под нами сингапур ривер это маленькая такая речка смотрите даже туристы сейчас будут перебегать хотя на самом деле переход ровно под нами но это по наехавшие чурки им пофигу вот погнали перехода там ну что радует конечно они заплатят за лечение в десятки раз больше чем нормальные люди сингапура справа от меня камера уже пишет по такой жаре да пишет 32 градуса мы в историческом центре слева от меня бывший а сейчас там тоже вроде находится министерство труда если вы приехали сюда по рабочей виде вам нужно будет сюда забежать и получить свой сингапаз для наемных сотрудников там слева это вот летающая тарелка это высший суд сингапуры который запретил мне ходить на ару трейкер не хорошие люди вот тупые иностранцы переходят сверху но вот эта табличка underpass синюю никто не видит они как бы вот просто пропускают причем такой прикольный артворк его периодически обновляют этот артворк на стенах вот это уже новый я его еще не видел хотя как я вижу он посвящен году тигра дома и не бывал центре вот будете тут на велике аккуратнее потому что я вот своим родственным пример прохожу впритык надо это сфоткать и вот мы выходим на историческую набережную это у нас если я не ошибаюсь ботквей кларквей это туда там бухают ботквей тут тоже бухают но тут вот были те самые лодочки напомните у стасана танзона в рассказе о сингапуре набережная на которую прибывают лодки с грузом и тут встречают их местные триады вот собственно это та самая набережная слева от меня слева по ходу движения там где раньше располагались пристани для лодок и был такой земляной берег тут уже находятся столики для того чтобы побухать ну и вместо крепких бородков тут их встречают такие милые официантки которые спрашивают чё налить ничего не изменилось если раньше вот в пакгаузов направо и шопхаусов разгружали товары сразу же им поторговали типа знаете одесский пейловский да вот это тут как бы разгружаются иностранцы заправляются чем надо и и далее как бы мы уже пойдем гейланг смотреть что они делают далее вот в общем как то так это место сейчас выглядит из-за того что все застроено вот этими вот приватными кабинками вид совершенно никакой если вы хотите вид лучше гулять с той стороны со стороны правительства и парламента оттуда это место смотрится более аутентично а вот тут это выглядит действительно как такой забегаловка какая-то но зато радует конечно что тут находится conservation house это вот эти солиные дома со скульптурами наверху вот и тут можно посмотреть на что-то интересно но давайте не будем гулять по тупо улочкам где шарится по наехавшей а как обычно пойдем на бэк стрит где мы можем найти что-нибудь более интересное десять тысяч долларов за выброс сюда вот крупноговоритного мусора прикольно это у нас бэк стрит и вот это более интересный кусок который вообще иностранцы не видят во первых это фотогенично посмотрите такое количество кондиционеров не на всех зданиях в россии найдешь а тут на трехэтажное здание да и вы посчитайте тут около 15 блоков кондиционеров на одном проберку а давайте сделаем так сейчас направо вот только отсниму этот классный классный кадр направо пройдемся опять же снаружи там где ходят эти замечательные туристы вот его вес по но это новой модели вот и дальше на снова свернем на этот бэк стрит и прогуляемся по бэк стритов ну вот это место для иностранца да это какая-то пиццерия толпы гуляющих людей которые купят телефончики вместо чтобы смотреть вокруг вот у меня пока совершенно ужаснейшее место люди поезжают в Сингапур жрать такой вот птички с ненатуральными клетками точнее ненатуральная клетка с птичками совершенно вы же помните что я живу на моих плавах и там более красиво а вот смотрите сюда у нас тут как раз подъем на следующий этаж там где скорее всего находится какой-то отель или еще что-то обратите внимание тут сохранились фигурки еще с хэллоурина хотя хэллоурина сколько у нас уже времени назад прошел вот и собственно по количеству мусора да и даже по запаху походу тут кто-то зашел и отлил вот это напоминает мне на этим как говорится белый вечер что родина то есть кто-то просто возвращается туда вот наверх в отель видимо или что это не знаю надо посмотреть потом будет потратить и тупо выкидывает мусора прямо у себя в подъезде повороте парады парады с питера конечно вот посмотрите вот вниз значит да это же у нас закрытая фигня поэтому тут как бы никого но тем не менее что мы не знаем центр города везде таблички да про мусор штрафы ай-яй-яй а то там и мы вот просто видим вот такие потрясающие картины это не картины это потрясающее наблюдение людей там ведущих в диагонали да вот скажите какой пример это подает по наехавшему поколению чем ладно вы местные они знают как переходить они понимают то что вот если успеть что можно выжить да но проблема в том что на весь этот бардак смотрят иностранцы которые только-только прилетели они еще не сильно привыкли к так скажем азиатскому типу движения да и в итоге они рискуют попасть в автомобиль просто уподобившись местным и пытавшись вот так вот перебежать проезжаем часть итак справа от нас и сейчас мы идем туда куда не ходят туристы потому что они видят вот этот гадюшник и и что там делать и не идут туда а на самом деле это это фотоисающие просто кадры для фотографов ну фотографа конечно сюда идут если они профессионалы вот а и собственно дают чувак сейчас вот на велосипеде он под красным поехал я думаю что посмотрев мои видосы вы тоже внезапно когда-нибудь решить и ломануться сюда потому что вот это то что вокруг это не туристический сингапор вот смотрите там идут все иностранцы да ладно запишу два видео вот там соседние улочки мимо баров идут все иностранцы и они все банально просто проходят мимо вот этой вот мэкстрит улочки на которой по их мнению ничего интересного вот если зайти в сингапуре буквально за угол то можно обнаружить например алтарь местным божествам причем если слева у нас путинская если не ошибаюсь она это поставщик то справа это дорогой оооо даже не буду говорить кто это а вот ребята никогда гуляя по другим странам не будете заглядывать в такие места и что самое важное не забывайте сделать вот так в сингапуре и в Азии это три палочки зажигалку всегда можно найти на месте вы можете попросить о чем угодно оно обязательно сбудется обязательно три палочки и вот и поспорим благовоние будет так плоховато сработало вроде рядом нету газовой трубы все вы поняли как совершать обряд все вы поняли как совершать обряд что какие то из моих видео будут полезны вам а теперь погнали дальше смотрите не туистический Сингапур все эти замечательные улочки эти потрясающие ракурсы таинственные места которые можно обнаружить просто прогуливаешь там куда не заворачивают эти иностранцы ух ты смотрите тут ворон в клетке прикольно у него там даже поинички есть я собственно два года собирался забраться на эту улицу с момента первого визита еще в центр но никак руки как говорится и ноги не доходили и вот сейчас наступил тот момент когда я сдал детей в детский сад и могу просто погулять по Сингапуру хотя бы несколько часов не беспокоясь о том что надо менять подгузник да вот простите уже за такие подробности и тут висит знак за поезжающий переход дороги в неположенном месте справа от меня справа по ходу движения вот видите то есть вот шарик по этой улочке мне нельзя ее переходить потому что потому что типа знак тут хочется передать привет Максимишину с его идеальными кадрами где он там где он там снимает болота и все рукопрещен нет на самом деле когда-то он был идеальный фотограф но сейчас это так не ходить коллег по цеху в прямом кабине не прямой кабине чтобы потом вот причем снимаю я заметьте не на профессиональную камеру я снимаю на Google Pixel 7 Pro вот стоит он конечно очень диких денег особенно для Сингапура потому что тут все запах классный тут все импортное тут не производят практически ничего ну тут производят розгиды для детей и тут производят прикольные белобутылки в форме гирь как я недавно выяснил вот поэтому купить тут технику намного дороже и намного сложнее чем где-либо это вообще в Азии потому что ее сюда привезут и через наценку еще местные продавцы продадут вот но тем не менее я достал этот телефон максимальной комплектации как мог потому что я на нем не только снимаю я на нем еще свожу видео с 360 камеры которые вы сейчас все это смотрите и да, действительно хорошая штучка работает вот вот с этого перекрестка мы с вами буквально начинали да вот вы видите там справа слева ходят иностранцы и иногда проходят тут насквозь вот летают всякие голуби а вот так сзади выглядит у нас вход в кафешку вот 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 это видео посчитайте сколько на этой улице находится внешних блоков кондиционеров. Если у нас около 20 на одном владении, то сколько, если не сотен, я думаю, тут несколько тысяч блоков находятся просто так, вот на улице, да? Ну, 20 на доме, 10 домов, 200. Ну, 2000 кондиционеров на вот этот бэкстрит он просто выдувается. Как говорится. Зато, вы знаете, ветерок-то свежий вовсю. Наметьте, с двух сторон улицы у нас находятся извилистые желтые линии, они запрещают парковаться, но, тем не менее, как бы владельцы ресторанщиков паркуют тут свои машинки. вот, ну, или жильцы верхних домов, да, верхних этажей. И остается еще вот место для того, чтобы грузовичкам протиснуться, но при этом грузовички, они тоже один подъехал, начал разгружаться. Начал разгружаться, все, все остальные встали. вы слышите, никто не гудит, не бибикает там, не это, все доставщики, все они как бы понимают, что мы в Сингапуре, и надо потерпеть. Знаете, как вот многие очень любят говорить, надо потерпеть, и следующий год точно-точно будет совершенно замечательным. Вот, собственно, тут у нас в Сингапуре момент, как говорится, надо потерпеть, даже вот так вот передвигаясь по этой замечательной улице, вот, надо постоять у этого рыбного ресторана, а тут действительно любят парфейки, вот, и надо, ох, потерпеть, зато можно снять какую-то прикольную фигню. О, надо кухню хорошую сделать, но, наверное, хорошую кухню я буду все-таки делать где-то в Европе, я сделаю себе пол-участка какой-нибудь такой скрытый лоток, и в нем поставлю там вог, все прочие радости жизни, потому что зацепила меня, как говорится, азиатская еда, хоть я с ней знаком с детства, но вот прикольно визуальный оргазм вот я сейчас пошел по этой улице, вот у меня визуальный оргазм, для фотографов и документалистов это просто нечто вот, не знаю, как для вас а туристы, они все идут мимо, они просто вообще не замечают того, что вокруг них происходит офигенно, да? и они идут туда вот, бухать, как говорится, на улочку итак, сколько у нас уже прошло? 20 минут я вам показываю этот замечательный бэкстрит а, помните, еще группа такая была, Backstreet Boys, да? вот тут, в принципе, то же самое что-то на заднем плане и если вы не заметили, то чувак слева от нас скручивал косяк с травкой вот да, Backstreet а, смотрите внимательно, прикольный плакат целых 45 автомобилей да, суммоны проявили короче, целых 45 автомобилей за иллегальную парковку 3 года назад видимо, с тех пор этот плакат висит вот но, на самом деле, конечно сколько автомобилей делают от нелегального парковки, вы сейчас видели поэтому, вот этот предупреждающий плакат, он говорит о том, что 3 года назад тут была полиция и что-то даже сделала прошелся по улице, наглухо забитый припаркованными автомобилями вдоль вот этой вот желтой линии, которая запрещает парковаться и может разрешать только останавливаться для разгрузки на краткое время видел плакат 45 автомобилей были полицией нагнуты за иллегальную парковку на этой улице плакат, простите, от 2020 года сейчас 2023 это говорит о том, насколько часто появляется полиция на задних улочках Сингапура вот так я опишу, собственно, свои шорты по которым вы, скорее всего, пришли на этот канал иногда там вообще откровенный бред, когда я просто уставший, мне хочется показать то, о чем я пою то, что я вижу, и, собственно, об этом я пою но иногда там попадается что-то вот такое отдельное о количестве и качестве о полициях полиции в туристическом районе Сингапура вот уже где-то ладно, мы сейчас с вами выходим обратно на Болтбэй там уже дальше ничего интересного это стандартные туристические места, которые вы уже видали Пулертон и все прочее я побежал обратно в Чайна Таун мне нужно кратким путем добраться до дома, чтобы добрать детей и детского сада всем пока, удачи, подписывайтесь, не переключайтесь и что там еще положено говорить